Привет, друзья мои! Как ваши дела? Надеюсь, что у вас всё в порядке. Вот сегодня я гуляю с вами опять по набережной и хочу вам рассказать сегодня о принце Гарри. Ну, я не буду вам рассказывать каких-то там подробных дат и такого всего, что вы можете, наверное, прочитать в Википедии. А я хочу вам рассказать вот именно то, что меня заинтересовало в этом парне, а сейчас уже мужчине. И, в общем-то, может быть то, что вы и не слышали, а может быть слышали. Но, тем не менее, вот я вам расскажу. Во-первых, принц Гарри, как вы знаете, это второй сын Чарльза и Дианы. Вот, и первая история, которая случилась, очень серьёзная. Ну, во-первых, это то, что, конечно, после развода погибла Диана, через год после развода принца Чарльза и Дианы. Она в 97-м году погибла в автокатастрофе. Когда было её детям, принцу Вильяму, в то время было 14 лет. Принцу Гарри было, он 85-го года рождения, значит, ему было 12 лет. Ну, и, как вы понимаете, очень маленький мальчик. Вот такой с ним произошёл удар. Такой удар нанесла ему судьба, когда вот мать умерла. И он был очень привязан, и Диана тоже его любила. Наверное, было так, я думаю. Потому что, вот, я удивилась, когда узнала, что единственный человек, который просто рыдал на похоронах принцессы Дианы, это был вот маленький принц Гарри. Я не знаю, как это характеризовать со стороны вот Роял Фэмили, которые всегда скрывают свои эмоции. Может быть, дело в этом, что больше, кроме принца, маленького принца Гарри, никто не плакал. Он не мог сдержать своих слёз. Вот, а все остальные, в общем-то, хранили молчание. И это как-то вот, не знаю, меня, в общем, поразило. И тогда я стала обращать внимание на принца Гарри. Потому что мне вот как-то более импонирует, вот, когда люди вот такие вот эмоциональные и открытые, что очень редко встречается в Англии, а особенно вот в королевских семьях. Ну и как мы дальше узнаём из некоторых источников? Вот смерть принцессы Дианы, матери Гарри, она очень сильно повлияла на всю его дальнейшую жизнь. И она его очень сильно изменила. Ну и потом это не только внешне, ой, не только внутренне вот его изменило, а изменило и отношение всё к нему. Ну и вы знаете, вот начались, конечно, постоянные нападки, постоянное копание журналистов в грязном белье, вот этих папарацциев, как вы знаете, да? Вот, и каждый хотел найти какие-то жареные факты. И, в общем, дошло до того, что появилась такая информация, не знаю, кто её слил и откуда она взялась, но, тем не менее, вот появилась информация такая, что Гарри – это не сын принца Чарльза Уэльского, сына королевы Елизаветы. А якобы, вот когда в 85-м году родился Гарри, то они у Чарльза и Дианы уже отношения были очень плохие, и они практически не спали вместе, скажем так. Вот, и, в общем, даже там нашли какие-то, стали всё это искать, копать, и вроде как нашли, что принцесса Диана имела любовника, своего телохранителя, как это часто бывает. И даже там были его фотографии, его биография, его имя, фамилия. Я, кстати, к сожалению, не помню. Я вот так, если не запишу себе на листок бумаги, то я имени и не запомню. Но это, в общем, по-моему, и не суть важна. Главное то, что начались вот эти вот ужасные подозрения, и вы знаете, они длились очень долго. И вы представляете, что мог этот мальчик чувствовать тогда. Это, в общем-то, ужасно. И стали настаивать даже на том, чтобы провели тест ДНК на установление отцовства. И, конечно, и Чарльз об этом узнал. И вот ещё такая интересная вещь, которая тоже меня очень удивила, это вот именно то, как поступил в этой ситуации принц Чарльз, отец Гарри. Вот, меня это просто, конечно, поразило и заставило его уважать, несмотря на то, что я, в общем-то, относилась к ним не очень хорошо. Но вот он, кстати, принц Чарльз поступил, в общем, весьма по-джентльменски. Он сказал, выступил серьёзно очень ко всем журналистам за серьёзной речью. Он сказал, что я не позволю, как сказать, оболгать и запятнать имя моей умершей жены Дианы. И тем более оболгать и запятнать вот имена моих сыновей и их репутацию. И что я никогда не позволю никаких ДНК проводить. И я уверен на сто процентов, что Гарри – это мой сын. И, в общем, я категорически запрещаю по этому поводу ещё, в общем, вести какие-то обсуждения. И один раз и навсегда мы этот вопрос закрываем. Гарри – это мой сын, и я знаю лучше, чем многие об этом. И вот, знаете, после такого заявления, конечно, всем пришлось замолчать. Потому что, если именно принц Чарльз так сказал, что тут уже, конечно, никто не мог ничего возразить. И после этого я, в общем-то, даже как-то стала уважать принца Чарльза, потому что это очень серьёзный вопрос. Хотя, конечно, может быть, он имел тут тоже свою какую-то выгоду, потому что, представляете, какая это серьёзная история. Если бы в Royal Family начали копаться в этих ДНК, что-то выяснять, обсуждать. Если бы он это позволил, то, я думаю, семья королевская опять бы потеряла свою репутацию уже в который раз. Хотя, вот вы знаете, для меня удивительно вообще, где там журналисты нашли какое-то сходство вот с этим вот телохранителем Дианы и Гарри. Только единственное, что и тот, и тот рыжий. Но рыжих тут вообще-то очень много. Вот, по-моему, в Шотландии все практически рыжие. Вот, рыжеволосые. Ну, и больше никаких я совпадений там не увидела. Можете погуглить и посмотреть. Может быть, вы что-то заметите там, какое-то сходство. Я абсолютно... Я просто смотрю, что с возрастом принц Гарри стал похож на Чарльза. Даже больше, чем принц Уильям. Уильям, по-моему, больше похож на принцессу Диану. Ну, вот, это такое моё мнение. Ну, если вернёмся к нашему принцу Гарри, то представляете, что чувствовал этот мальчишка и как была подорвана его психика. Вот, со всеми этими такими обстоятельствами, в связи со всеми этими сплетнями и вообще, как он себя чувствовал и как он, наверное, всё это переживал. И, в общем, вполне можно его понять. Тут можно даже, вы знаете, и взрослому человеку подорвать свою психику. Уж пар где-то маленького в таком возрасте переходном. Тем более. И поэтому я не удивилась, когда у него начались проблемы. И опять наш Гарри попал на страницы всех-всех-всех газет английских, всех журналов. Он выделывал всё новые-новые, очередные какие-то фокусы. Он назывался Тусовочный мальчик. Никакого другого имени у него не было, кроме как Тусовочный мальчик очень долгое время, потому что он бросил учёбу почти. Учился кое-как. И только посещал тусовки. Там, по-моему, даже что-то марихуану курил, что-то такое было там. Это всё у него. Потом с девочками там пил очень много, дрэнк. Его фотографировали вот в таком непотребном пьяном виде. Постоянно задирался, лез драться ко всем. И всегда попадал на обложки. Именно вот так. Ну вот некоторые как-то это всё смаковали. И вот меня удивила единственная... Один единственный журналист, который заступился тогда за него. Он сказал, что вы пристали, зачем вы пишете такое, почему постоянно. Ну вот выпил парень. Ну с кем не бывает, так скажем, да? С молодыми ребятами. А это почему-то всегда попадает на обложки журналов. Да, и потом он очень... Он ненавидел папарацци и всех этих журналистов, которые спуску не давали. И которые, по его мнению, и сгубили его мать так же. Потому что они же преследовали Диану, вы знаете. И он их ненавидел. И как только кто-то пытался там его где-то сфотографировать, он тут же лез в драку. Его можно понять. И тут же он попадал на обложку журнала. В общем, он снискал себе, конечно, репутацию отвратительную. И был таким, скажем, ужасным ребёнком. Как сказать, паршивой овцой даже, можно так сказать. В этой королевской семье очень долгое время королева расстраивалась. Постоянно он ей какие-то удары. И удары вот всеми вот этими публикациями приносил. И однажды даже была такая история, что он нарядился на какой-то карнавал в форму немецкого офицера. В южноафриканская форма немецких офицеров. Она такая песочного цвета. Или цвета, да, по-моему, песочного цвета. Такая лёгкая очень. Но, тем не менее, вот свастика была у него на рукаве. И, естественно, конечно же, он тут же попал в этой форме со свастикой. На все обложки. И это был уже ещё один ужасный скандал, который не украсил Гарри. И, как вы знаете, что англичане ненавидят фашизм. И, в общем, был опять нанесён большой урон репутации королевской семьи. И потом начали опять, в общем, немножко это всё расследовать. И выяснилось, что там какие-то группировки, что он не сам это придумал. Что кто-то ему это преподнёс, подсказал. Сказал, ничего страшного. А у него-то, в общем-то, наверное, у Мишки не хватило, чтобы не одеть эту форму. Вот. И, конечно, опять наш Гарри попал в просаг. Ну, тут ещё надо сказать. И его отцы опять, Чарльзи, который после смерти Дианы был очень занят. И, несмотря на то, что его дети остались сиротами, без матери, ну, вы понимаете, нужно было их поддержать, хотя бы отцу. Но отцу было не до них. У него начался очередной бурный роман. Вернее, даже не начался, а продолжился с новой силой. Вот этот роман с Камилой. И он постоянно был в отъездах. Они не хотели светиться. Они не хотели опять попадать куда-то в поле зрения людей в Англии, журналистов каких-то. И они постоянно уезжали, чтобы находиться вместе. И Чарльзу было абсолютно не до его двух сыновей. Королева также была занята своими постоянными хлопотами королевскими. И поэтому Уильям-то уже был взрослый, как я сказала. И, в общем-то, наверное, психика у него уже была как-то более-менее устоявшаяся. А вот с Гарри случились вот такие срывы. Наверное, именно потому, что он потерял мать, и никого не оказалось рядом, кто мог бы его поддержать. Ну и тут, казалось бы, раз уже он начал такой вести разгульный образ жизни, то можно было бы подумать, что уже человек не остановится и дальше пойдет по наклонной. Но вот вы знаете, ничего такого не произошло вот с Гарри. И опять я его за это очень уважаю. Что там случилось и как так получилось. Но, тем не менее, он резко-резко абсолютно все это оборвал решительно. И решил, значит, вот записался куда-то там в их какие-то королевские войска служить. Вот, по-моему, окончил какую-то королевскую военную академию. Вот не берусь тут сказать точно, какую именно и в каком году. И потом он попросился воевать в Афганистан. Когда вот там была война с Афганистаном, он попросился туда. Вот. И, вы знаете, в общем-то, с большими трудами он добился все-таки разрешения. А вы представляете, что это такое? Что все-таки это же royal family. Это же не просто так, а наследный принц, который на то время, как я уже говорила, был третьим на престол. На престол и наследие. Это очень серьезный вопрос, чтобы его вот так, просто так отпустить на войну. Но, тем не менее, Гарри настоял, и его отпустили. И тут опять вот такая вот мерзкая история. Вы знаете, вот я, конечно, поражаюсь журналистам этим. Вот недаром, что их многие терпеть не могут, этих папарацциев, так скажем, да. Потому что они опять вот начали тут. Особенно вот меня поразило, почему-то, когда я смотрела именно вот обзор российских журналистов, русских журналистов наших, советских, может быть, тогда, да, вот советских журналистов, которые рассказывали о том, что Гарри поехал воевать в Афганистан. И это все так было мерзко преподнесено. Вы знаете, вот, ой, ну, конечно, вот он там типа поехал. Куда он там мог? Маменькин сынок, его там окружали все, его все охраняли, он никуда там не попал. Он там только смотрел со своего вертолета на то, что происходит. И вообще там какой-то кошмар, ничего это не было. Сидел за каким-то пультом пару раз, там что-то такое, значит, кого-то защитил или что-то куда-то стрельнул, постоянно охрана была вокруг него, что там он мог довоевать. Ну, вы знаете, вот такие вещи, они просто меня поражают, потому что, ну, в общем-то, да, конечно, у него была охрана. А как вы хотели? И потом даже ему пришлось, он всего лишь полгода побыл в Афганистане. Он был там наводчиком на самом деле. Вот, но так же он, по-моему, там даже и летал на каких-то вертолетах, помогал раненым. И, в общем, много-много чего он рассказывал интересного об этом. То есть человек, в общем, все-таки повидал войну. А вы представьте, что наши даже какие-то там несчастные, чуть-чуть какие-то денежки или сыновья этих же богатеньких, не знаю, даже не сказать олигархов, а просто богатеньких сыновья. Разве кто-нибудь поехал бы на войну? Разве кто-нибудь бы отпустил своего сына в тот же Афганистан? Да всех отмазали. Вот, понимаете? И вот так вот как-то желчно вот как-то об этом говорить про принца Гарри, который сам захотел и добился, чтобы поехать. А ведь тоже он все-таки риску подвергал свою жизнь. И потом даже выяснилось, когда его вернули назад, как я уже говорю, выяснилось, что он поехал, конечно, под чужим именем, чтобы его никто не смог найти. Но тем не менее, его там выследили. И там даже была целая операция, когда эти талибы решили его обязательно убить, устранить. Потому что, представляете, какая была бы сенсация и история для них, когда бы они убили принца крови. И пришлось в срочном порядке Гарри оттуда вытаскивать и привозить назад, хотя он очень не хотел, конечно. Поэтому я считаю честь и хвала Гарри, а там тем журналистам, которые вот так вот говорят, я считаю, они очень неправы. Ну и вот после этого Гарри резко изменился. Он очень посерьезнел, он очень возмужал. Он изменился, он перестал называться, так скажем, тусовочным мальчиком. И он, как его мать Диана, занялся благотворительностью. Он очень много ездил и помогал тем солдатам, которые были ранены в Афганистане, которые потеряли свои руки, ноги, которые стали коллегами-инвалидами. Он им помогал. И все это было добровольно, так скажем. Это все он организовывал. Честь и хвала ему. Ну и вот сейчас, когда Гарри подрос и возбужал, ему уже 33 года, шикарный возраст, 300. И вы знаете, он из такого гадкого утенка, скажем так, он превратился в красивейшего мужчину. Просто расцвел. Во-первых, меня поразило то, что он стал выше даже, чем принц Вильям. А принц Вильям высокий, как вы знаете. И потом, вот тут проводили опять же эти журналисты исследования. Журналисты поменяли свое мнение о нем. И, по-моему, когда он вернулся из Афганистана, тут кто-то попытался опять какую-то статейку грязную по поводу его, и его какой-то там подружки. И, как ни странно, почти вся, ну то есть 80% прессы, и в том числе телевидение, и BBC, все вступились за Гарри. Это было в первый раз. Это было странно, поразительно. Но вот, понимаете, все-таки люди поняли, и произошел перелом в сознании. И, в общем-то, после этого уже никакой журналюшка не, как сказать, не имел смелости что-то еще потом вякнуть против Гарри. Вот, и Гарри вернул себе свою репутацию. В общем-то, молодец, я считаю. Ну и вот он, вот он такой сейчас очень серьезный мужчина, повидавший что-то, скажем так, на войне. Вот. И потом проводили такое исследование, называется, греческое исследование, называется «Золотое сечение». Обследовали, кто самый красивый в британской семье за все время ее правления. И вот, вы знаете, оказалось, что выявили, что Гарри соответствует. У него выше всех вот это вот процентное содержание, по-моему, 87%, что ли, соответствия с «Золотым сечением». То есть он оказался самый красивый мужчина из всей британской королевской семьи. Вы знаете, это меня просто поразило, когда я это узнала. Ну вот и Вэлдам, как говорится, ему, наверное, все-таки не хватало какой-то поддержки. А теперь вот он круто повернул свою жизнь. Ну и потом, как вы знаете, вот он встретил свою любовь, Меган Мартл, которая вот его тоже полюбила. Дай Бог им счастья, как говорится, чтобы все у них сложилось, потому что мне Гарри очень нравится. И, в общем, 19 мая будем следить. Это будет, опять же, очень серьезное, грандиозное событие, их свадьба. Все готовятся. Будет очень много присутствующих. Посмотрим. А это, пожалуй, наверное, все, что я вам хотела рассказать. Именно мой взгляд на Гарри, на принца Гарри. Может быть, кто-то знает еще что-то. Может быть, кто-то со мной не согласен. Жду ваших комментариев, как всегда. Большое вам спасибо. Берегите себя. Пока-пока.